Давайте начнем с какого-нибудь, что-нибудь вырастим на своей грядке. Надо понимать, проголосуем нашу демократию. Мы будем растить цветы или овощи? Цветы. Понимаете, кто за цветы? 8 марта. Спасибо. А кто за овощи? 3. Прекрасно. Давайте тогда у нас вырастет два овоща. Лучше тогда, либо давайте тогда уберем демократию и будем все вместе растить цветы, а потом овощи. Готовы? Да. Мне нужно, чтобы вы, очень удобно вы, конечно, устроились, я буду вынужден сильно обломать ваши ожидания. Дорогие друзья, нужно лечь в позу эмбриона. Ну, хорошо. Это вот так. На бочочек приезжай к себе. На бочочек, ну, конечно, на бочочек приезжай к себе, потому что можно. Да, 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 да. Я же так и не договорюсь. Мож. Теперь запомнишь, что если выслушишься мою фамилию, то надо прийти в чем-то удобном, комфортном и рабочем. Ой, господи, я, конечно. Готовы? Закрыли глаза. И хочется, мне на секундочку все-таки хочется поверить, что мы с первого раза все сделаем правильно, что я нахожусь в компании взрослых, самостоятельных людей. Мы не подглядываем за другим, и мы честно делаем все. Вот если мы сейчас в себя погружаемся, закрываем глаза, слушаем мой голос и выполняем команды. Как вы будете вырастать? Кто-то поднимите руку, кто-то в сторону ее поведет, кто-то по разуму отреагирует тело. Это ваше право, это ваша свобода. Абсолютно ваш. Не надо подглядывать за соседом, он делает так, как ему комфортно, так, как ему кажется. Понимаете? Ваше тело среагирует так, как вам должно быть. Ну. Готовы? Угу. Погрузитесь в себя. Представьте себе, что вы это семечка. Семечка невероятно красивого цветка. И только вы знаете, какой вы цветок. Конечно, кто-то будет розой, кто-то гвоздикой, кто-то тюльпаном, кто-то ирисом, кто-то жасмином, кто-то гиацинтом. Январь. 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 Земля начинает потихонечку оттаять. Появляется первая гвоздь. Конец марта, начало апреля. Земля начинает прогреваться. И семечка начинает шелохаться. Начинает понимать, что еще чуть-чуть и выйдет из нее цвелечек. Он пробьет крышку самой семечки. Он пробьет ее оболочку. Он пытается вырваться и начинает вырываться, вырываться, вырываться. И он вырывается из нее для того, чтобы начать расти из земли. Он начинает тянуться к поверхности земли, потому что ему нужна солнечный свет. Середина апреля. Он подходит к поверхности земли и начинает выходить из этой поверхности. Выходит, выходит, выходит выше. На нем начинают раскрываться первый листик. Второй листик. Третий листик. Четвертый листик. Пятый листик. Ему хватает солнечного света и энергии для того, чтобы степень начала расти еще мощнее. Конец апреля, начало мая. Степель резко дает рост. Он начинает выходить из земли. Он начинает радоваться солнцу. Потому что каждый день становится все теплее и теплее. Легко. Ему все лучше и лучше. Сформирован бутон. Есть зависть. Но она еще не раскрыта. Он копит силой. Весь ваш цветок копит силой, чтобы раскрыть невероятной красоты. Бутон. Он аккумулирует все эти силы в себе. Еще. И вот он начинает раскрывать сам цветок. Он начинает раскрывать цветок. Мощнее, мощнее, мощнее. И вот она сама жизнь. Замерли. 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 Кто вы? Мир. Мир. Кто вы? Мир. Кто вы? Смесь роз, гвоздики и пионы. Кто вы? Я вангуш. Только что придумали? Да. Так и росли. Да. Кто вы? Мир. Кто вы? И он. Откройте глаза, не сбрасывая рук, посмотрите друг на друга. Допустим. С бультерьером что смешали, понимаете, да, как в анекдоте? Поэтому такое все зажатое и недодуманное, потому что не знали, кто вы. Я вас предупредил, что вы даже были сами выбрать, какой вы цветок. Сейчас, в следующий раз, эту оплошность не доводите, пожалуйста. Вы очень честно росли, а потом пытались остаться в шаблоне, как это даже быть правильно. И потом начались эти все истории с ногами и со всеми делами, да. Чуть легче. Мы сейчас не стекло тару сдаем, да, потому что нам не хватает на духа кухни. Чуть полегче. Себе надо беречь. Чуть, как это надо сказать, честнее в отношении к самой себе. Хорошо? Не надо стараться. Умоляю. Не надо. Все хорошо. Будьте самой собой. Это вот прямо сейчас для вас очень важно. Не бывает идеального варианта. Может быть, только ваш. И такой принимается. Еще раз ложимся? Принцип работы поняли? Сейчас будем вырастать в овощи. Не говорите в какой. Всем должно стать понятно. Потому что сейчас будут спрашивать вас, кто есть кто, когда вы вырастите. И все должны безошибочно понять, что вы действительно это он. Вы почти тюльба. Вы решили, что вы тюльпансалом в начале или все-таки в середине? Когда вы уже начали. Я перебирала цветы. Я просто плохо знаю. Потому что поняла, что мне их недавно подарили. И когда мы только-только начали. По предыдущему упражнению, просто запомните, да? Выбор цветка должен быть естественным. Он вам должен быть свойственным. Не какой-то... Пока давайте на простых. Как в художественной школе. От простого к сложному, да? В художке сначала кружочки рисуем, потом квадратики, потом графику. Ну, уже все сложнее, сложнее. Сейчас мы выбираем то, что нам будет понятно. С чем мы сами себя ассоциируем. Потому что сейчас будем вырастать в овощи. Кто-то лук, кто-то кабачок, который очень сложно показать. Кто-то картофель, кто-то морковь, кто-то редька, кто-то редис. Не путайте речку, с редисом. Кто-то патиссон. Кто-то захочет вырасти ягодой. Не знаю, арбуз, да? Или еще с чем-нибудь. Дым. Подумайте, улыбнитесь сначала себе. Мой юный друг, не надо так пыжить. Улыбни, вот. С улыбкой все легче гораздо. А то семеро по лавкам дома сидят. Когда у тебя уже одно из огород, и ты мысленно ходишь по огороду и выбираешь. Отлично. Очень хороший день. Очень хороший день. Придумайте то, с чем вы себя ассоциируете. Молча. И вы это вырастите. Сейчас нам надо это использовать. Готовы? Ложимся в амбрионах. У нас зима. Холод собачий. Вы вообще не поняли, как здесь оказались. Посевная закончилась вроде бы совсем недавно, и вы были рядом с мамой, а сейчас вы оказались в земле. И вы здесь совсем-совсем одна или один. Невероятно холодно. Никого не слышно. Жизни нет. Она есть только в вас. Вы одни на целом свете. На целом свете. Такая. Во-вторых. Вам холодно. Очень холодно. Земля уже не является поркой льда, но все такая же прохладная. Настала появляться бата. Для того, чтобы начать расти, мне этого достаточно. Своим землю я пробиваю оболочку в семечку и стремлюсь к поверхности. Я еще в земле, но мне нужно выйти к поверхности. Семечка начинает раскрываться, потому что ему не хватает внимательных элементов, ему нужно расти. Я вышел к поверхности. И бурно даюсь в рост, потому что мне нужна жизнь. А жизнь я могу получить только от света солнечного. Я превращаюсь прямо в большой вкус. У меня начинают появляться все больше и больше листьев. Я начинаю питаться от большой солнечной энергии. Появляется зависть. И вот я точно знаю, каким я буду овощем, потому что он начинает формироваться. Начинает нагреваться энергией, силой, света и тепла. Я начинаю наливаться еще больше, больше, больше. Я уже становлюсь сочным, 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 вкусным, крупным. Зависо? Или глаза? Зависо. Как вам кажется, кто она? Диск. Не подсказывайте, кто она. Кого вы чувствуете, в первую очередь, телом всем? Кого вы чувствуете? Я чувствую лук. Морковь. Вы чувствуете морковь, а вы лук? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Дужом. Морковь. Кто вы? С луком. Кто вы? Тыковку. Вы чувствуете тыковкуем с собой? Морковь. Кто она, на ваш взгляд? Морковь. 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 Она на тыкву похожа. Морковь. Она на домашнюю. Похоже на бережную помидорку. А вы? Кто? Я тыкву. Очень хорошо. Кто она? Кто вы? Только лакается. Это, похоже, завязывая морковка. У нее такой стебель немножко горел. И вот. Таналец. Забы не подвергнуть. Вам как кажется? Я не понимаю. Это что это? Что это? Как вам кажется, кто это? Морковь. Морковь. Горок. Баклажан. Асоль. Как она? Кто вы? Зелёзд. Я даже. Уже хорошо. Стопэ. Стопэ. Мы не сбросили. Кто она? Морковь. 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 Вы должны чувствовать, кто вы на одной грядке. Вы должны предполагать по механическому тому, как стоят руки. А то, что вы себя излучаете, начинает подсказывать. Она же действительно тыква. Из нее это прет. Хотя так можно показать и кабачок, и картофель, все что угодно. Но мы понимаем, что перед нами тыква. Здесь согласен. Ну? Морковь. Морковь. Кто она? Мне кажется, она глазами ногами. Кто она? Я тоже плеваю. Я тоже плеваю. Я. Я. Абузу хочу. У меня виноград Изабелла. Я устаревшел с человеками такими. Белое вино с него делается. Самое вкусненькое, полусладкое. Очень похоже. Дамский пальчик Изабелла. Прям ночь. А, доброго. Я тоже плеваю ногами. Хорошо. Кто вы? Кукурузы. Представляете, как вы далеки? Угу. Вы ищите благородство там, где его нет. Просто потому, что у него вот это движение. А по ощущению, в принципе, понятно, что она какой-то из тех, кто растет наверху. Вы начинаете перебирать в голове, кто же. Но вы ждете благородства. А она выбрала простой вариант. Кто вы? Надо сказать. Морковь. Морковь. Похож на морковь? Похож. Очень все просто. Топорно и как надо. Прекрасно. Кто она? Мне что-то кажется, пошел кофе или огурчик. О, огурчик. Может бочек? Нет, вряд ли. Что-то у нас. Только бочок. Еще варианты? Ой. Быстрее. Может морковь какая-нибудь. Тоже что-то такое. Хорошо. Баклажан какой-нибудь. Кто она? Лигу баклажан или молоко. Кто она? Молоко. Это вкусно. Кто она? Я обуец. Хорошо. Прекрасно. Забрасываем. Это как фокус. Кажется. Вот кажется все очень просто. Мам-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Стой, пожалуйста. Теперь тем как вы встанете, еще один секрет. Специально для вас его повторю. Я один раз намекнулся, но я это пока повторил. Скажу. Уже так очень. Конечно. Если вы вкопались в одну точку, что вы очень любите делать кое-как на сцене. Вот так вот. Ну понятно, что песня о Боге или о смерти в каких-то больших вещах, к сожалению, приходится вкопаться в одну точку. Вкопайтесь в одну точку. Приподнимите пятки чуть-чуть. Попружините. Чувствуете все? И все работает. Просто незамедленно для зрителя. Даже если на каблуках. Попружините. И все работает еще. Понятно? Угу. Трое кажучи, как всегда, ножки, пожалуйста. Одна ножка впереди. И вес посередке, а не на одной ноге. Хорошо? Можно вопрос? Да. Все наши видео смотрели? К сожалению, в пандемию, да. Я не оговорился. К сожалению, запятая в пандемию. Да. Снимаю. Точка. Порчу. Точка. Дорого. Снимаю. Порчу, дорого. Снимаю. Точку. Порчу, точку, дорого. В упражнении нам и чания. В упражнении нам и чание. самое главное. САМОЕ ГЛАВНАЯ – это. Это. Само мычание. Само мычание. То есть я глазами только проверяю само мучение. Но здесь важно, у любого человека есть только два варианта воспроизведения звука. Это вокализация и говорение. Это сейчас не нота до, мы ее не вокализируем. Это просто какой-то звук какой-то высоты, вы даже не знаете какой. Мы максимально открыли-закрыли, открыли-закрыли. Только начнете подвисать, будет такое. Все, начнется вокализация естественным образом и мы вообще не про то упражнение. Мне сейчас нужно просто промычать эту всю историю. Расправили плечики, улыбнулись. Никакого продаем, выпускаем. Кто-нибудь умеет так выпускать? Да. Прекрасно, выпускаем. Три-четыре. Нет, мы не берем воздух перед тем, как начать его выпускать, да, перехватчики? Убивают за это препода? И понеслось, да, вот-вот-вот за это. Без перехвата, выпускаем то, что есть. Без перехвата, выпускаем. Без перехвата. Мам, мам, мэм, мин. Мам, мам, мэм. Слышали, как запели половину? Прям запели. Не надо. Разницу слышите на ухо? Мы сейчас запели, как хор Пятнинского. Теперь открыли рот на А и зависли. В этом же положении О. Прекрасно, видели, что у меня ничего не меняется? а у вас почему меня еще раз просто контролирует свои ощущения ты серьезно готова крем а а прекрасно мы выпускаем сначала ауза взяну Мим был хорошо. Слышали все группы? Мам, мо, мо, мо. Видите, что расстаскиваете гласную? Нет. Мам, мо, 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 мо. Вот. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, ага, больше рот, ага, теперь то же самое с закрытыми губами, нет, еще раз, откройте рот, ага, больше откройте, ага, вот, теперь то же самое, только с закрытыми, ага, сейчас объясню, какая энергия, вы когда-нибудь были в уборной комнате, когда закончилась бумага? Вот в этот момент вы, как будете маму говорить, мамочка, вы не могли бы, пожалуйста, спасти меня в безвыходной ситуации жизни, мы говорим, мам, мы понимаем, что вот это вот, согласитесь, да, и вам в этот момент совершенно все равно, дом полон гостей, цыган или прочих товарищей, вы будете кричать о помощи, правильно, да, то же самое, ага, ага, я не прошу форсировать звук, вы поняли, да, я прошу открыть аппарат, ага, При этом положите, пожалуйста, языки, колом не ставим язык, ага, 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 ага «Три хвоста». Понятно, да, что такое «Три хвоста»? Прекрасно. Поехали. Аккуратнее. Стаката. Сори. Стаката, понимаете? Не лепите, а то прям уже почти всем коллективом. Уши, понимаете, отсыпется один, вроде еще не так слышно, вы сейчас ушами слышите. Стоит X2 уже, и все начинают подъезды-выезды. Если научимся это делать закрытым аппаратом, научимся... Ну, услышьте меня, видите, что на это очень мало на занятиях отведено времени. И сами, когда будете педагогами, нельзя в закрытом режиме работать больше 15-20 минут. Нельзя. Спалить аппарат. Нельзя. Но сейчас вот таким образом, зато вы внутри мышцы раздвигаете, начинаете заставлять их, что я могу больше, я могу вот так, вот так. Аккуратнее. Молодцы! Слышали, да, как поплыли? Тоже стыковая история в регистре, да? Ну, в чем проблема? Я специально даю только середину. там наверху было только себе мой проходящие невысоко для вас тем более рабочая 1 чем проблема проблема в эффекте того что мы слышали я сегодня на занятии ну как бы это выводом вырежьте я думал что нас есть на полтора часа больше поэтому я так растянул вправку мозга но зато по моему узнали очень много всего нового лучше мы чаще увидимся про стрельнику вы слышали когда-нибудь кто-нибудь занимался стрельником что именно вы делали покажите то что вы делали от начала до конца просто само упражнение убил бы вашего препода нет она сейчас показала три газа на климента за который надо про стрельнику читали завтра если кто-то из вас будет прочитайте про стрельнику пожалуйста здесь очень важно что она своим опытом своей карьерой и восстановлением голоса самой себе доказала что эффективно сначала было просто эффективно как педагог потом она потеряла девочки осторожно доработаем во время женских всех ваших дел очень аккуратно у мальчиков тоже бывают такие подобные все истории просто у нас это не так выглядит но господин ворошила все время знаете да спела еду для брежнева допил только первую первую половину на второй акт уже вышел его дублю обещали ему дачу волгу ему подарили вот он правда пробыл слава богу он был 10 лет даже чуть больше директором дома музыки первого и все чудесно в свое время был средства большого театра почему ушел с фаникулярной мутах как семечки и он не восстановился стрельников восстановилась здесь была чистая физиология по-женски но можно было остановиться на убить на это какое количество времени вам завтра сами расскажутся повторяем за мной в дыхательной гимнастике стрельниковой самое важное это контролировать вдох и не не контролировать выдох вы на повышенном давлении на зажатой грудной клетки неважно какие упражнения вы делали стрелька у них ногу них насос маятники вот эту историю которую вы показали но вы показали самое страшное если бы вам это пред преподаватель рассказал теперь понятно почему сказал что препода убить то что если тебе хоть раз жизни препод это сказал ты помнишь всю жизнь что ты берешь на повыше ты и так когда берешь дыхание ты повышаешь разницу давления вы в курсе даже у нас в органах дыхания и в пищеварительной системы отличается давление внутри от давления забыл за периметром да вы повышаете минимум на две атмосферы давления в легких когда во время дыхательной гимнастике стрельки еще и на закрытой грудной клетке понимаете да напрят туда запихнули еще больше в колотили если вы начнете контролировать еще при этом и форсировать выдох а там и так на две атмосферы больше получается вы загнали туда воздух то получится эффект фена изнутри из организма и вы высушиваете связки поняли покажите еще раз нет теперь вы умная но теперь не знаете как это показать вы начали шумно выпускать максимально воды выдавая посмотрите я сейчас беру воздух мы просто следующий раз это лучше вам с вами сделаем на это больше удалим времени но просто что физик вы выдохе слышите они есть это бесшумный выдох называется в этом золото вот прям золотое сечение дыхательной гимнастики стрельниковый я прокачиваю воздух но мне абсолютно бесшумный выдох я действительно его не контролирую далее хитрю я могу чуть-чуть приоткрывать рот еще что-то прочее чтобы воздух он как водичка он найдет выход вот в этом прикол как только бы хотя бы чуть-чуть если я сейчас начал это вот так то есть у меня и так он сам по себе выходит а я начинаю понимаете подбивать давлением есть искусство все у меня изнутри эффект не просто витилятор эффект фена только не вовнутрь а изнутри я начинаю высушивать связки изнутри по этой самой причине по неправильным практикам дыхательных гимнастик в первую часть стрельниковый не дадите соврать в одном самом знаменитом вокальном вузе нашей страны статистика проф непригодных четвертому курсу 25 процентов это люди люди которые ждут сразу кабак я не имею ничего против кабака я в нем пел все чуть замечательно все чудесно но это только кабак вам не хватит человеку потом сил в профессии просто будет меньше дорога физически то есть мы контролируем вдох и некоторые выдох его по сути как бы нет конечно он есть давайте попробуем хотя бы это одно упражнение сделать чтобы понять сначала проверим проверим ножки на расставки ручки ножки 1 2 3 4 1 2 3 4 по 2 4 до теперь поставили ручки не поднимая плечи об как будто дарили обратно и поменяли руки ну то есть одной сверху об опять левая сверху или правая да кому как удобно . . то есть плечи стоят на месте . . . . . нарисуйте здесь себе эти точки да по диагоналям как которую вы как будто вы бьете . . . . прекрасно следующая . 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 только я дурак стареющий даже ваше зеркало поэтому нам надо справа . 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 только . . . . мы финализируем то есть мы вообще начинаем еще и подключать вестибулярку которая как будто бы нам мешает на самом деле она распределяет правильное дыхание это стрессовая ситуация мы сами делаем организму стрессовую ситуацию стрельников это плане каши гений готовы мы контролируем вдох и не контролируем выдох я сделаю первые четыре раз два три четыре с пятого ко мне присоединитесь уже убедившись как это работает это работает но остановимся мы с вами только тогда когда я скажу ок плечи не поднимая плечи ровные проверили улыбнулись без этого нет бесшумный выдох повторяем за мной мы контролируем вдох и не контролируем выдох супер 34 я делаю первые четыре потом присоединяюсь бесшумный выдох ира глубже ногами садимся глубже . . . мощнее закрываем грудную клетку сняли вот это было сейчас самое опасное это понять но просто лучше это просто открыть рот и и выпустить да вот как то как как у паровоза почему на google гудел лучше так потому что понимаете прям сейчас спалила будь здорово это это вот в этом упражнении это опасно но это одно из самых эффективных упражнений чтобы молниеносно привести в тонус связки ну как пасть льва кто знает пасть льва поднимите руки кто знает пасть льва спасибо да 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 здравствуйте мы в следующий раз покажем я просто на этом занятии обязаны вам сказать ну в базовое дыхание даже сейчас не залезал потому что мне нужно было сейчас его прокрутить тем чтобы мы выросли выросли и посмотрели как неправильно реагирует и мозг начинает потихоньку получаться как это делается делается мной не соседкой машей петь и васей а мной и тогда начинает ну начинаешь делать это естественно для самой себя это вот первый шажочек в большом мире космоса вторая история которая для меня сейчас была важна это вот выход силы попробовала и не попробовала по тартаковскому кто не отработал когда-нибудь на завтра почитать кому-нибудь в телефон я не знаю ну как бы кто-нибудь запишет можете сейчас записать либо мы когда стоим камеру я просто вам продиктую что что быстро прочитать помимо того что было задание про им река альмана про кавычу было очень хорошо и кто за это заплатил своими жизнями подсказка подсказка вы найдете правильный ответ когда будете читать про ключницы там будет ответ и про подсумочницу сипает подставки давайте с вами вы всем покажется поставьте мне сюда руки не не бойтесь господи я живой молодой красивый просто занят все нормально у меня здесь в теории есть органы дыхания там вы держите же нет ни 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 вы же держите не ниже грудной клетки до сантиметров так на 5 да нет вы прям держит нет спокойно вот просто поставьте мне начну вот очень хорошо но легких там нет нет не все двигается двигается только так когда ты контролируешь или повесьте сюда руки управляемое дыхание вот про тартаковского почитайте пожалуйста вас сильно удивить вы скажете учет сельское хозяйство еще про это меня да это дядька который мы обязаны в принципе ну половиной рогатого скота который до сих пор у нас растет на территории россии россии кстати не только россия они потом от нас тоже туда увозили дядька изучала рога крупный рогатый скот в первую очередь коров ну и только коров и прочее и на опытах который проводил на крупный рогатый скоте он узнал несколько прекрасных секретов про которые вы почитаете в первую очередь про дыхание и про сердцебиение по кровоносной системе то что мы используем а на следующем занятии я вам дам пару подсказок как это контролируется но тоже при помощи собственного опыта придется ставить паровозики прочее мы сегодня не сделали ни одно упражнение на энергию силы на работу так называемую работу но для этого будет нужна быстрая музыка и очень много кайфа и драйва я буду вас рад видеть в какой-то более удобной для вас одежде теперь все знаю да с каким-нибудь полотенцем не полотенцем с чем-нибудь что ну что удобно и если у кого-то есть ограничения по работе по времени в которой вы должны покинуть от аудитории я предлагаю можно просто чуть пораньше встретиться то что услышите меня у меня на каждом занятии всегда есть много сюрпризов я вам благодарен зоро